Привет! Сегодня я хотела бы вам также рассказать о минусах жизни в таунхаусе. Так что, если вам интересно, оставайтесь. Вы знаете, когда мы только въехали в таунхаус, когда мы покупали вообще таунхаус, знаете, такие рассуждения все время были, что мы вышли в дом. Во-первых, таунхаусы есть разные. В данном случае наш таунхаус достаточно большой. Я вам хочу сказать, что даже есть дома, которые меньше, чем наш таунхаус, в плане вот внутри, да, вот в планировке, как все идет. Я сказала, ну нифига себе, нормальный таунхаус, практически дом. Бэкярды и так, даже если у вас отдельно стоящий дом, практически всегда ваш бэкярд будет смежный с соседским. Сказала, окей. То есть, как бы, да, у нас здесь очень густонаселенная заселенность. То есть, у нас тут все друг напротив друга, и это окей. То есть, как бы, со временем деревья зарастут, и все, как бы, у тебя будет свой немножечко private, да, space. Но окей, как бы, то есть, даже если бы я была здесь, жила в отдельно стоящем доме, у меня бы все равно был такой же бэкярд. Вот, внутренность дома окей, все классно. Ну, как бы, да, получается общая парковка с соседом. Батитс окей, как бы. Но когда мы живем здесь какое-то время, стали проявляться те минусы, с которыми, как бы, нам приходится существовать. Первый минус, который меня страшно бесит, это то, что наш сосед ездит через наш фронт-ярд. То есть, он ночью заезжает, делается причем-то втихаря, да. Что, бэби? Идем поменяем памперс? Ну, идем, идем поменяем, идем наверх. Во-первых, он ездит через наш бэкярд. Он ездит, то есть, он ездит через наш фронт-ярд, это первое. Второе, и меня раздражает, то есть, я зимой стою чище, он прям при мне заезжает, нахальный такой, молодой особенно, сын их не который. Те, которые постарше эти, которые, они пытаются хотя бы делать вид, что они там выгоняют машины, загоняют, переставляют. То есть, меня, конечно, страшно это бесит. Во-вторых, у меня тут дети любят побегать иногда. И оказывается, утром в субботу это, конечно, мешает. У меня у соседа бегают внуки, иногда приходят. Да, Гарри, ты можешь рисовать. У меня у соседа приходят внуки с одной стороны. Я знаю, как это мешает, когда они бегают. Ну, ты понимаешь, это дети. Ну, что ты можешь поделать? Тем более, они же не бегают в 2 часа ночи, да, или в 6 утра. Они бегают в 9, окей. Нам начали стучать в стеночку, что типа мешают. То есть, я почувствовала себя, если честно, как в общаге вообще реально. То есть, я уже начала себя в своем доме чувствовать некомфортно, понимая, что я кому-то мешаю. Просто вообще. Я в тот же момент пошла к ней, постучалась к соседке в субботу в 9 утра. Я постучала, я говорю, слушай, чуиха, мы здесь живем 2 года, ты нас прекрасно знаешь. Это дети. Я не могу сказать им, перестаньте бегать, связать их, положить в кровать. Тем более, на улице зима. Я не могу их выгнать так же на улицу и сказать, идите бегайте на площадку, потому что на улице холодно. Зима, зима, ку-ку. Она такая, она не знала, во-первых, это же канадцы. Они же очень, как бы, polite people, да, очень культурные, интеллигентные, воспитанные. Ну, как бы в стену стучать, но она не стучала в стену, она как будто делала такую, как будто делала мне в ответку то же самое. Ногой по полу стучала сильно, то есть, что я это слышала, да. То есть, дети пробежали, она раз по полу постучала. Дети пробежали. It's ok. Дети пробежали, она опять по полу мне постучала. Ой, птичка какая красивая, молодец. Типа, hello, ты чё, чё, Виха? Вообще, я, конечно, была в шоке, я пришла к ней. Она не думала, что я приду, конечно. Я сразу стучу, я говорю, я не поняла. Я говорю, что ты хочешь? Это маленькие дети, что ты хочешь, чтобы я с ними не сделала? Не-не, ну я понимаю, я понимаю. Хотела сказать, ты что думала, что может это я бегала, что ли? То есть, как бы, и это продолжилось. То есть, в тот же день это была бесседер, на второй день это было нормально. На следующий выходной она делает то же самое. Она опять начала стучать. Но это было уже не утро, это был день, и они пробежали, они у меня не бегают. Я не разрешаю сама бегать по основному этажу, потому что, действительно, грюка не стоит. У нас достаточно пустой дом, у нас нету ковров, у нас нету мебели, какой-то у нас глухой звук. Даже для нас, нам на уши стучит, когда они здесь бегают, поэтому мы разрешаем бегать либо на втором этаже, там ковровое покрытие, либо в бейсменте, потому что, естественно, там уже земля. И там никому не мешает, ни нам, и, ну, как-то нормально. Я сама не люблю, когда они бегают здесь по основному этажу ноги, они иногда, бывает, пробежали. Она мне опять стучит. То есть, меня это просто убило, я Косте сказала, я теперь понимаю, плюс своего дома. У вас нету смежных стен. У нас тоже не все стены смежные. То есть, внизу у нас разделяет обоих соседей с двух сторон гараж. Наверху у нас разделяют ванные комнаты и шкафы. То есть, у нас нету смежных стен. А здесь у нас смежные стены с обоих сторон на основном этаже. То есть, с этой стороны, с кухней соседа. Молодец, Габи. А с другой стороны, получается, наш салон здесь. То есть, у нас смежный вот этот основной этаж. Что можно сделать? Что, Габушенька? Просто Габи, она очень тяжело бегает. И Дошка на цыпочках еще пробежала. Он аккуратный. Он уже понимает, что значит, там, сильный, если он бегает, ну, топает ногами. И когда он на цыпочках пробежал. А Габи бегает, всей ступней вступает. Она достаточно тяжело бегает. Еще она любит попрыгать. А попа ей не дает сильно подняться. И она, получается, на пятках как будто прыгает. Тя в бути. Вот. Рисует. Здесь с мамочкой пришла. Рисует. У нас немножко была неделя. Все болели по очереди. И Дошка первый. Потом Габи. Сейчас Костя. Габи уже выкарабкивается. Теперь Костя. Все с соплями. Сопливый Март. У нас Сопливый Март. Кстати, я делала такие, у меня были впечатления от новости от Фреймовича и за Марш. Что я даже забыла сказать, что самая главная новость, то что у нас сейчас Марч Брейк. Это весенние каникулы, которые будут длиться неделю. Начинаются они в понедельник. 14-го числа. То есть завтра. Вот. А так как у меня эту неделю, они уже почти все были дома полнедели. Потому что они уже болели. Плюс у нас же была присяга. Мы не ходили в садик. В общем, короче, у меня сумасшедший дом. У меня практически две недели каникулы весенних. Поэтому тут у меня тоже программа прогулки. Слава Богу, погода уже снег растаял. Уже тепло. Можно ходить на улицу. Но сегодня еще немножечко плюс 6. Не очень хочется выходить. Плюс Костя болеет. Я вчера с ними так на улице провела целый день. Устала. Так возвращаясь к нашим минусам. То есть если у вас маленькие дети, конечно, это может мешать. И почему, допустим, в этом году возможно им стало мешать? Потому что до этого Габи не бегала. То есть она если и бегала, то она легко очень на цыпочках. Она еще маленькая была. Сейчас она уже большая. И она топает, как слоник маленький. То есть вот это мешает. Про фронт-ярд я сказала. Мне очень мешает то, что они ездят через мой фронт-ярд. И я уже советовалась с несколькими человеками. По этому вопросу, мне сказали, Ирина, не выступай. То есть ты можешь сказать. Они сами, во-первых, понимают, что они делают. Ну а то окей. Причем это не старшие делают. Это делает красиво. Это делает младший сын. Втихаря. То есть он думает, что я не вижу, когда он ночью так заезжает. Особенно зимой. Знаете, заехал, по снегу следы оставил. Я не заметила. Это прошло незаметно. Тут же идиоты живут. Мы же не понимаем, что следы от машины, которые проходят через мой фронт-ярд, это от ваших следов. То есть вот это все, конечно, меня напрягает страшно. Но я уже сказала, окей, я буду толерантна, как все канадцы. Я буду толерантна. Я бы типа прожую эту фигню. Ладно, фронт-ярд мне действительно не мешает. Летом я машину выгнала. У меня летом машина стоит, они уже не проедут через меня летом. Но оставьте, что они мне марихуанку тут подкуривают. Я же не прихожу и не говорю. Слушайте, ребята, вы паркуете машину, ездите через мой паркинг. Вы курите марихуану. Здесь, блин, компаниями ходите. Тут и взрослые дети все подряд у них курят. Они иногда еще мусор любят подставить. У нас можно выбрасывать только 4 айтема. В мусорный день только 4 айтема. У нас всегда очень мало мусора. Мы не производим много мусора. У нас очень мало мусора. Они нам иногда любят что-то подставить. Так, когда я вынесла уже мусор, уже ночью, скажем, 12 часов ночи, они быстренько мне свой мусор подносят. Окей. Они думают, я этого не вижу. Я это вижу. Я, если не вижу это вечером, я вижу это с утра рано утром перед тем, как вывозят мусор. Окей. Днем они мне ходят, улыбаются, здороваются. Они любят моих детей. Любят очень недожку. И они все нам какие-то мелкие подарочки дают. Там им какие-то блокнотики. Один раз принесли к району, купили им мелкие рисовать на земле. Они, окей, мяч подарили один раз иду. Но вот эта кета меня просто вот это вот вывело полностью. Вот это вот ихнее стучание ногами в ответ на то, что моя гадья пробежала. Это меня просто убило вообще, наповал. В общем, одним словом, минусы жизни в таунхаусе. Ночью, конечно, сосед, когда я сплю, у меня с другой стороны китайцы живут, они уже пенсионеры. Но они выглядят шикарно. Мама моя, когда их увидела, она говорит, это пенсионеры. Я говорю, да, мама, это пенсионеры твои ровесники. Они выглядят намного моложе. Они очень хорошо выглядят. И они очень, конечно, поздно не спят. То есть я иногда поздно ложусь, могу в пол второго пойти спать. Я слышу, они в три часа ночи еще ходят. Я слышу, у них, видимо, на втором этаже нету ковролина. У них, наверное, постелили они паркет. Я слышу, как они шлепанцами хлопают, ходят. Как они хлопают. Телевизор иногда. Габи, если у меня просыпается, видимо, у них в той комнате где-то телевизор. Я, когда иду к Габи в комнату ночью, если она проснулась, с ней посидеть немножко в кресле, я слышу, как у них работает телевизор. То есть окей, но у них это все спокойно, мне не мешает. Но вот эти меня просто ребята убили конкретно на повал. Поэтому, конечно, вот это такие минусы таунхауса, которые вижу я. Многие, опять-таки, это увидят в том, что очень такая густонаселенность получается бэкьярдов. Что действительно напротив дом, сбоку дом, везде дом. И все у нас новый район относительно, поэтому лысое все. Нет еще больших деревьев, которые заросли. Мы тут сами пытаемся прорастить какие-то деревья. Не знаю, схватилось тут оно или нет в этом году. Но вот это вот то, что я вам хотела сказать. Это то, что вот, наверное, мне поначалу не мешало. А сейчас так. Плюс еще по поводу фронт-ярда. Вот мой китайский. Он очень любит все сажать. У него красиво там на бэкьярде все, он засажен. И впереди он вечно какие-то кустики, цветочки садит. И он все ко мне. Вот это вот у нас же как бы с ним сплошной получается. Вот зеленый кусочек с ним сплошной. Получается, у него половинка красивая. У меня все лысое, полужелтое. Но я ее только кашу траву и все. Я вообще как бы хотела убрать. Думала, мы приедем первый год, может нет. Но на второй год я была уверена, что мы как бы закажем, чтобы нам всю эту траву убрали и выстилали красиво. Сделали как бы такой асфальтик красивый. Камнями. Ну, естественно, финансов не хватает. Потому что оказалось, что это стоит очень дорого. То есть в районе трех тысяч мне это будет стоить долларов. Этих денег у меня сейчас нет. Давай нарисуем сердечко, Габриэль, с тобой, да? Вот. И он вечно пытается ко мне какие-то цветочки подсадить. Инна, а можно я подсажу здесь? А можно я подсажу там? В общем, короче, одним словом получается, что он все время как бы легко так давит на меня, чтобы я что-то там сажала. Давай посадим цветочки. Может быть, ты хочешь, чтобы это вечно мне приносит какие-то растения. Вот я прорастил, посадил себя. То есть как бы такая присуха немножко. Типа у меня красиво, и у тебя должно быть красиво. Вот в таком плане. Вот. Костя проснулся. Поэтому вот такая тоже присуха. То есть в твой дом ты делаешь, что ты хочешь. То есть как бы стучи, кричи, бегай по дому. Сажай, хочешь не сажай. Ну, как бы так как у нас общий как бы зеленый кусочек, уже как бы ему немножечко как бы напрягает его, то, что там у меня просто трава, и нету никаких статуэток, как у него, никаких кустиков, шмустиков и такого остального. Я понимаю его. Но, во-первых, у меня нету лишних денег. Это первые там четыре года после покупки дома, вот кто купил, вот, да, из новоприбывших, кто купил дом, он прекрасно понимает, о чем я говорю. То есть как бы первые четыре года достаточно напряжные вот этого вот втягивания в эту новую жизнь с моргиджем. Вот эти выплаты, плюс вы платите очень большой ребит первые четыре года. То есть вы не столько платите свой моргидж, возвращаете, сколько ребит банку выплачиваете. Поэтому это все как бы напрягает. И лишние деньги ты думаешь о том, вкладывать тебе их сейчас или через четыре года. А вот общество вокруг давит. Привет, Костя! Вот, так что... Ну, в общем, я, ребята, думаю, что я рассказала. Это вот я просто этим хотела поделиться. Потому что вы иногда меня спрашивали. Я думаю, надо-надо такое создать. Тем более сейчас поднакипело. Вот, все. Так что это были минусы жизни в таунхаусе. Бай-бай!